Один из символов Пермского краеведческого музея в этом году исполнилось 90 лет с того дня, как в Прикаме нашли скелет мамонта. Отметить эту дату горожан приглашают 16 сентября. В Музее Пермских Древностей приготовили большую программу для детей и подростков. Репортаж Юлии Языковой. Скелет, который пролежал в земле более 40 тысяч лет. Пермский мамонт, как известно, был найден в 1927 году в Верещагинском районе. Благодаря местным краеведам в этом году появилась уточненная информация о находке. Кости древнего животного обнаружили в реке Сабанец. Нашел их рыбак, сети которого зацепились за бивень. Недавно выяснили, что имя рыбака Иван Абухов. Его можно увидеть на общей фотографии односельчан, которые помогали в раскопках пермским ученым. Еще одну вещь сделали местные жители. Это просто какой-то подарок нам 90-летию. Они нашли фамилии, имена и отчества тех людей, которые есть на этой фотографии. И мы теперь знаем, как выглядел первооткрыватель нашего мамонта. Сначала, когда привезли кости, они не были смонтированы в скелет. Они долгое время, до 40-х годов, экспонировались в качестве отдельных костей. В полноценном собранном виде скелет мамонта горожане увидели только в 1946 году. Но тогда случился казус. При монтаже левый и правый бивни перепутали местами. На старых фотографиях они смотрят в разные стороны. Десять лет назад, в связи с переездом Краеведческого музея, кости древнего гиганта вновь погрузили в ящики, чтобы отреставрировать и собрать уже на новом месте жительства. Весной 2011 года в здании на Сибирской-15 открылась экспозиция музея пермских древностей. Коллекция постоянно пополняется. Вот недавнее поступление. Нижняя челюсть мамонта весом примерно в 15 килограммов. Ее в Аханском районе нашел один из местных жителей и передал в музей. Здесь очень благодарны за такой подарок. Сейчас она проходит, так сказать, обработку для того, чтобы мы ее приняли в фонды, потому что ее надо действительно подготовить к хранению, потому что она вот, кость в некоторых местах слегка сыпется, рыхлая, и потом, возможно, будет экспонатом какой-нибудь экспозиции или выставки. А пока в Краеведческом музее готовят большую программу к 90-летию одного из самых ценных экспонатов. 16 сентября «Мамонт» будет в центре внимания. Здесь проведут экскурсии, занятия для детей и подростков, и творческие, и научно-познавательные. В этом году мы хотим сделать мультик. То есть мы приглашаем детей для того, чтобы они пришли, порисовали под руководством опытного художника-мультипликатора, и потом мы этот мультик покажем всем, кто захочет. Покажем разные зубы и покажем, от чего зависело зубной аппарат у животных, от какого типа питания, как это все взаимосвязано, как это вообще все появилось. Подробнее о содержании программы и о том, как принять в ней участие, можно узнать на сайте Пермского краеведческого музея. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.